всем привет сегодня мы решили записать видео и рассказать о расходах в черногории мы прожили уже здесь 7 месяцев и мы можем рассказать о входном билете то есть сколько нам вышло сразу по приезду сюда сколько мы денег отдали и наши расходы примерно в месяц то есть описать количество расходов и что мы за них получаем по нашему мнению вот ну по входному билету замечательную страну у нас примерно в видео есть мы там рассказываем вот но сейчас вот хотим просто тупо подытожить получается мы отдали на 5 человек с условием того что у нас младшая лялька совсем было до двух лет она как у нас летела бесплатно мы отдали 800 евро далее легализация нам обошлась здесь что входит в легализацию эта фирма это поровок на руководителя фирмы то есть на анастасию мы делали дальше поровок на каждого члена семьи то есть по присоединению директору фирмы за это мы отдали кому тысячу там 600 или 1700 евро и еще мы заплатили за переводы каких-то там документов для того чтобы наших детей взяли в школу и на третий день они пошли в школу то есть тут нам на семью в пять человек обошлось это все 1800 евро плюс 800 евро прилететь недорого не дешево да и следующее это у нас аренда была то есть мы как только приехали мы на три дня сняли жилье по букингу кстати вот хочу уточнить и мы сняли по букингу у местной девчонки очень пешево сняли поэтому как бы тоже если будете переезжать можно так сделать на букинге снять дня на три на четыре и потом поехать поискать уже постоянное жилье потому что многие спрашивают даже вот наши подписчики вот но некоторые агенты на нашей практике пытается удаленно в паре то есть рассказывать вот шикарная квартира и что она сейчас уйдет и вот все и вариантов да это все херня не верьте то есть тут мы считаем что самый оптимальный вариант на букинге то есть вы найдете недорого особенно если вы переезжаете не в летний сезон естественно вот недорого найдете вы снимите на букинге здесь покатайте снимите что-то на постоянку потому что вообще аренда жилья она связана с тем что если у вас русский агент что скорее всего там будет вам придется отдать за первый месяц за последний месяц и за депозит и депозит стоимостью в месяц то есть если вам не понравится вас будут конфликты с соседями там или еще что-нибудь но вам тяжко будет съехать то есть здесь нужно внимательно подойти мы сделали так что да получается мы 50 евро отдали за три дня вот и потом мы отдали 900 евро уже модели за первый месяц за последний месяц да сейчас как бы хотим съехать потому что получается даже в таком варианте чуть стреляли но это отдельная история то есть как бы жилье вот нам обошлось для того чтобы него заселиться а вот это получается уже еще считаем плюс 950 евро на следующий наши расходы по приезду это покупка автомобиля было ну я не беру в расчет то что мы арендовали на месяц машину почему да по приезду сюда живя в городе бар вот многие говорят чтобы с герцоги в будве в принципе можно как-то без машины жить ну в принципе да в баре сложновато поэтому тоже мы приехали и мы сразу взяли на месяц машину в аренду русскоговорящих ребят за 300 евро отдали депозит 100 евро нам потом машину этого пароля мы остались без депозита там с ребятами поцапались вот ну в принципе тоже именно мне кажется для пара машина нужно даже элементарно кататься смотреть объекты недвижимости кататься там по школам по всему вот это тоже ну можно заложить можно не заложить можно сразу купить по приезду машину у нас есть ролик мы там это все описываем чтобы 300 евро сэкономить так как эта сумма большая мы купили за 2 700 евро рено сценик у нас тоже есть ролик там с полным вашем но как бы у нас машина была намного дороже в россии намного круче блин но мы на сценике кайфу и не знаю почему как то вот здесь вот думаю конечно о замене но пока вот нету претензий а вот и второй машиной там возник вопрос детей развозить там по разным школам по разным там вещам плюс какие-то мои проблемы купили пижо кабриолет ну мечта детства такая как вот на нем постоянно катаемся тоже обалденная машинка 2000 евро всего мы за него отдали чем уже проехали на нем по всей стране и довольны кайфуем то есть там вот на семью потребовалось две машины за них мы отдали 4 700 но это такие изначальные расходы переоформлять мы стали машины через полгода то есть мы их сразу не переоформили потому что они у них была уже регистрация здесь можно с регистрации на прежнего хозяина если он генеральную доверенность дает то можно ездить до конца регистрации чтобы не делать страховку не платить за переоформление то есть вот мы буквально в течение прошлого месяца только машины переоформили дорого да дорого получается машину в среднем переоформить первый раз так как это купить продажа около 500 евро вышло 400 почти 500 но там разово налог получается когда покупаете бушную машину там разово платится налог который как-то хитро считается от нас получается около 180 190 евро за каждую машину бушную налог но он платится один раз то следующий раз мы уже не будем его платить страховка и очень жесткий техосмотр все это платно техосмотр жесткий кстати да тоже расход к расходу небольшая трещина на лобовом стекле все на рено нас уже не пропустили мы за 120 евро меняли стекло и 20 евро там не включались противотуманки но не за лампочек а что там из-за электрики тоже мы за 20 евро чинили противотуманки потому что если не включается техосмотр также не вариант получить и соответственно машину на учет нельзя поставить ну да и причем они дают на 72 часа на то что устранить до неисправности иначе придется заново оплачивать весь техосмотр но такой тоже момент но это вот такой вход в жизнь помесячно у нас расходы мы посчитали примерно и тоже хотим с вами поделиться ну то есть основное у нас это еда и химия всякая утварь уходит в месяц это у нас 700 евро уходит у нас пять человек опять же ну и мы ни в чем себе нет да то есть и нету такого что мы себя ограничиваем там не едим чего-то вот я тоже читал неоднократно на фейсбуке пишут там чтобы вот семья две тысячи евро в месяц минимум блин я не могу понять как но на еду чисто да да на фейсбуке типа вот очень дорогая страна две тысячи евро на семья не могу понять то есть если вот говорить только о еде то есть поход в тот же самый hdl ну допустим вот супермаркет семья в среднем на два раза да ну максимальный чек у тебя сколько пятьдесят был на максимальный 60 до почти 60 но там они мы не берем алкоголь и табачные изделия которые я употребляю вот а так среднем 35-40 евро то есть 80 евро в неделю это два полных багажника еды как можно сажать больше я не знаю почему мы покупаем все там и прошу и все эти вот нарезки и вся края всякая сыр и сыров вообще мы в краснодаре не ели они не вкусно здесь бы на сырах вот на всем вот этом вот сидим одежда у нас в среднем уходит 100 евро но это там в один месяц может быть 200 другой месяц может быть нисколько ну то есть в среднем 100 среднем 100 в месяц это на одежду у нас будет аренда у нас в месяц 400 евро это вместе с коммуналкой тоже усредненное там когда-то чуть больше когда-то чуть меньше то есть 600 евро нам получается торчит владелец это за последний месяц депозит вот и каждый месяц все равно мы вносим оплату за месяц вперед дальше у нас налоги налоги у нас 50 евро и плюс 50 бухгалтеру то есть 100 евро это расходы обязательные и вроде как сейчас ходят слухи очень такие неприятные что заставят оплачивать полную заработную плату то есть мы платим вот минималка четвертую часть то есть на четверть ставки и поэтому налог 50 евро если же все-таки сейчас они пропихнут вот это вот распоряжение о том что нужно оплачивать полную зарплату якобы тогда налог будет 150 евро то есть на 100 евро больше это прям весомо весомо не хотелось бы будем надеяться что они этого не сделают бензин у нас выходит на две машины в месяц примерно тоже 100 евро бензин да это боль это боль вообще потому что реально 130 рублей но никак не может мозг привык и меньше вроде его расходуется и как-то вот ну по общим расходам в принципе мы не попадаем ну что и расстояние меньше и пробок нет но все равно это будет и бензином нужен ну да и непредвиденные расходы у нас примерно 100 евро ну то есть это допустим учебники купить или там что-то сломалось в машине вот такие расходы которые ребенок уронил телефон экрана пришлось новый телефон покупать такие которые невозможно запланировать то есть это вот основные такие расходы и получается а дополнительно уже то есть там если ходить по ресторанам по кафе то это примерно 15-20 евро за выход каждый раз составляешь если куда-то идем с детьми гулять то это 5-10 евро можно так посчитать это как бы в дополнение вот этим вот основным расходом но в ресторанах можно и дольше и больше конечно на синий но вот у нас допустим получается в среднем выход это 20 евро что там буквально пару бокалов пива вот два основных блюда и салатик 20-25 евро основное блюдо да там огромное от 400 вот чем но четырех с половиной евро то там 10-12 евро вот ну и плюс смотреть надо они тоже маркетологи грамотный пусть это можно там за 10 евро купите до тарелку кальмаров да и в этом же заведении за 16 евро можно купить себе килограммовую тарелку на огромный такой тазик астроти морепродуктов плюс на идеи видим они не зарабатывают у составной идет на алкоголе то есть ну там 30 30 миллилитров даст ну как стопочка шоке шоке он стоит от полутора до трех евро смотря какой-нибудь предложен ну да наш как бы сколько мне где-то евро сто сто пятьдесят мы тратим в месяц довольно часто ходим там по выходным ходим работаем просто даже идем там кофе попить ну скажем в краснодаре вот это вот то что как выходим это наверно было бы не знаю тысяч пятьдесят здесь это значительно доступны и дешевле то есть если подытожить то у нас месяц получается расходы полторы тысячи евро и плюс выход ресторан если есть выход с детьми это дополнительно то есть основное основное это полторы тысячи евро мы тратим вот но из-за жилья опять же жилье нам компенсирует стоимость аренды жилья нам компенсирует наша квартира краснодарская которую даже немного остается поэтому как бы нам проще поэтому мы можем себе иногда позволить лишний раз в ресторан выйти ну со своим жильем такая вот жизнь среднего класса россии мне кажется при наличии своего жилья в районе 1000 евро она будет доступна в принципе это все что мы хотели по расходам рассказать всем пока